добрый день уважаемые коллеги рад вас приветствовать на нашем очередном занятии учебно-методического центра сегодня мы проведем его без павла юрьевича калинникова но он продолжает нашу линейку занятий относительно сервисов контента и особенностей бэс университетской библиотеку онлайн и сегодня у нас с вами будет очень интересная тема появившийся в тематике совсем недавно студенческая наука и так называемые в каэр выпускных функционной работы возникла новая нормативная база по этому поводу ну и вообще это особенная страничка итак поговорим об этом вот как павел юрьевич обычно делает прошу отметить если хорошо бы хорошо меня слышно поставьте плюсик если нет будем решать проблемы занятия построиться так вначале я хочу традиционно тоже изложить как бы наше теоретическое видение этого вопроса надеюсь оно будет интересно вот а во второй части юлия барабанчикова нашли редактор издательского отдела она расскажет практическую сторону связанную с студенческими публикациями вот не знаю кто сегодня он собрался на эту именно тему студенты библиотеки администрации вузов ну будем исходить из того что присутствует все представители этих категорий в том числе и студент и так задумаемся немножко вообще о соотношении студенчества и науки научного сообщества к сожалению вот силу общего нашего концепта российского образования очень тесно завязанного на учебный аспект и очень много наследующего из школьной традиции у нас обычно студенчество никак с наукой не связывается обычно в этом и не участвует вот но пройдемся по основным понятиям наука все-таки это продукт научного сообщества если мы задумаемся что включает себя научные сообщества то обнаружим сразу что основной массовый элемент в нем все-таки является студенты студенты это своего рода гумус почва на которой вообще возрастают все ее плоды конечно студенты не специалисты еще и не ученый но именно они создают среду научных исследований и достижения они создают вот ту планку требования ту мотивацию которая вообще потом и движет ученые говоря это я и скажу из классической нашей гумбольтовской концепции университета который и открывался понимал себя как храм науки и вот то что происходит с студентами во время изучения университета это своего рода если говорить церковно-христианским языком степень оглашения когда они учатся готовятся и вот подготовленные избранные студенты остаются в науке у нас происходит не всегда так ну вот в гумбольтовской концепции университета студенты должны не просто получать знания некие они приобщаются к научным знанием знание именно в теоретически своим научным статусе соответственно должны участвовать научных исследователей должны преподаватели должны не просто обучать обовлекать их в эту научную деятельность и соответственно преподаватели является трансляторами именно научных знаний соответственно должны быть учеными что не всегда происходит к сожалению у нас или может быть к сожалению особенность такая у нас наше развитие общество пошло немножко по другому пути причем еще с петра первого но в основном это все углубилось в советское время советской концепции науки так называемое когда произошло глубокое разделение между университетом как доменом и академии как чистым сообществом ученых сообществом которое занимается только на университет это как бы занимается учебой вот скажем так после завершения нашего советского периода эта концепция была пересмотрена это что сегодня происходит с академии несмотря на то что научный продукт сейчас делится 50 50 вот но по сути дела происходит ну и в каком-то может смысле некой деградации академии некая попытка улучшить ее результат но в основе всего лежит того что наше руководство министерство университет видит именно как генератора науки света чьи все силы направляется для того чтобы наука производилась в первую очередь именно там и с этим связаны те последние шаги которые произведены в области студенческие работы вот тем не менее вовлекая университет науку конечно приходится преодолевать вот эту традицию это разделение между чистой наукой академии и такой практической наукой университетом теперь вопрос вообще возможно ли студенческой наукой и можно ли к ней всерьез относиться я считаю что конечно можно и нужно это вообще студенческая наука условия того чтобы университете развивалась наука вообще я уже сказал что университетское обучение предполагает не только усваивание научных знаний но и активное участие в их создании без этого качественного обучения не будет происходит это так что теоретическая часть которая преподается должна быть тесно связана с практической частью и и усвоение должно конечно сопровождаться контрольными занятиями активным творческим процессом создание знаний вот здесь и появляется студенческое творчество студенческое творчество это своего рода лаборатория научного мышления а для некоторых особенно таланты это и есть начало научной карьеры вот здесь вот и тот ключевой пункт который мы ищем и все формы активности студента проект презентации доклад практическая работа статья это и есть вот те формы научной активности из которых рождается ученый которые мы с вами должны поддерживать вот скажем так до сих пор было чрезвычайно мало площадок где можно было поддержать эти формы научной активности студента ну помимо университета в чистую науку журналы так скажем монографии студенты не пускали вот и б.с. это один из основных моих тезисов это одна из первых и очень серьезных площадок именно для студенческого творчества в том числе теперь что такое выпускная квалификационная работа и насколько она является или может рассматриваться как работа научная исходя из самого названия квалификационная работа понятно что работа диссертанта диплом книг и студента это квалификационная работа основная цель которая не научная а демонстрационную продемонстрировать уровень квалификации при этом оценивается личность и ее компетенции а вовсе не научное содержание этой работы это нам известно тем не менее в основе критериев оценки вот этой квалификационной работы лежат именно оценка научных достижениях и соответственно чем выше квалификационной претензии то есть когда мы говорим о диссертанте декторанте тем выше уровень научных содержаний для декторанта разумеется уже только оригинальное научное содержание является критерием оценки в каэр конечно уровень попроще где мы говорим о бакалавре магистре но и здесь мы квалифицируем полную научную и творческую зрелость специалиста то есть он во всяком случае должен разбираться но и некоторые студенты мы с вами прекрасно знаем не в этом далеко идут и нас радует но что тогда важно для того чтобы в каэр стала научной работой она обязательно должна быть публикации и вот здесь вот собственный рубеж то чего у нас никогда не было действительности выпускные квалификационные работы всегда были рукописью в этом статусе научный скажем так неполноценным что же отличает рукопись от публикации вообще что такое публикация надо задаться сущностями вопросами публикации это вынесение результатов всего творчества в публичную плоскость предъявление своих результатов некое требование признания этих результатов и и разумеется огромная пропасть между тем что написано в стол для кого-то и тем что апеллирует безграничному как как говорил академическому сообществу во все времена во всех участках земли каждый может эту работу прочитать вот здесь утверждается не такая вневременная и универсальная сущность научных знаний что делает их именно научными это вот первый момент связанные с этим второй пункт то что научные публикации соответственно предполагает выполнение очень строгих формальных условий мы это все знаем и условия по оформлению жесткие стандарты и условия по содержанию настоящая наука она как вы знаете всегда рецензируется и реализуется только в рецензируемых журналах и соответственно на тот кто освоил публикацию научную как жанна он овладел ключевой компетенцией ученого вот этого мы должны с вами обязательно учить студентов наука концентрируется в публикации и во время своей университетской молодости каждый студент должен научиться научной публикации соответственно вот то последнее положение нормативное об открытой публикации студенческих работ я считаю это революционная ключевая веха на пути роста нашего образования напусти и повышение его качества то есть кардинальным образом меняется само понятие научного пастра пространства куда включается вк р если прежде она не включалась в это научное пространство то теперь она обязательно становится его элементом вот пожалуйста задумайтесь об этом напоминаю тем кто не знаком в чем это новые нормативные условия в приказе номер 636 от 29 июня прошлого года о порядке проведения государственной итоговой аттестации она требует с 1 января нынешнего года уже обязательную публикацию студенческих квалификационных работ вот те два пункта ключевые которые для нас важны тридцать восьмой не я здесь на слайде привел после того как вышло это нормативные требования пошла практику вуза она еще не обогащена так скажем контрольно проверочной деятельностью рособрнадзора поэтому все застыли в ожидании что называется но каждый вуз уже по-своему старается решить эту задачу и сегодня перед вузами открыто три пути к которому они идут первое публикация на закрытом ресурсе вуза то есть в этом случае доступ к работам предоставляется только внутри вуза иногда даже не всему вуза строго по мне лицам только руководству там или проверяющим все такая закрытая база данных или какой-то сервис на сайте вуза об этом еще скажу второй путь качественной иной публикации в бс здесь существует и закрытые и открытые решения и качественные но это решение именно потому что здесь только и начинается научное пространство о котором я уже немножко сказал вот ну а вообще для у за открыть публикации это значит не боятся какими-то страхами а заявите свои претензии на роль лидера на свою уверенность в качестве образования вот ну и наконец третий есть путь это публикация в открытых системах или например на сайте вуза в открытом доступе как сделал питерский политех или питерский госуниверситет прошу прощения в этом случае работы вообще оказываются в едином пространстве разные с продукции разных вузов это на таких сайтах например как научный архив научкор то есть возникает вообще между межмузовское научное пространство и конкуренция ну это так сказать высший путь ну вот при том самом наши университетской библиотеки онлайн реализует все три возможности все три пути и сейчас я вам расскажу но сначала немножко покритикую путь закрытых решений на мой взгляд это и тупиковый и абсолютно бесплодный путь ну почему во первых публикация которая зашита в такую закрытую базу вуза она просто недоступна никому кроме руководства и вот тот интеллектуальный капитал который создается студенческой наукой в этом случае умножается на ноль то есть ничего это некий архив как вот и раньше собственно из бумажных дипломов собирался где-то там в папочках архива то он существует вряд ли они вот когда-то узнает второй аспект тоже методические работа в этом случае вся вся весь процесс работы по сути дела происходит производится самим вузом они студентом и в этом случае этот элемент студент и ничему не учат он не учится научной публикации он не проходит эту школу что есть что нету как вчера наконец экономически тоже момент то что реализация этого приказа предполагает разумеется дополнительные затраты вуза на проверку на сохранение вкр и это собственно просто затраты выхлоп от которых я сказал нулевой вот ну и то что получается в результате такой закрытой базы это просто пример мертвой базы данных сугубо для сохранности для некой архивации то есть из всех возможностей минимальный плюс именно заключается в этом решении максимальные затраты вуза и минимальные так сказать прибыта вот ну и самое главное все-таки размещение работы в закрытой системе не является публикации весь замысел вот этой хорошей прекрасные что идеи студенческой публикации он просто здесь режется на корню и соответственно не повышается качество образования ничего не происходит кроме того что конечно там студенты будут бояться и проверять как себя на плагиат но это тоже минимальный выхлоп наше решение ориентированы все-таки на самые высокие стандарты для тех кто ощущает себя лидером в образовании кто все-таки беспокоится повышение качества образования мы стараемся чтобы из этой всей затеи вышел какой-то плюс и для студента и для вуза и для всей нашей науки вот еще два слова о том как происходит вот эти пути закрытых решений варианты их потому что все-таки к сожалению на сегодня по этому пути пошло наверно процентов девяносто пять от всех вузов ну мне мне кажется добавить здесь комментировать нечего в основном пути ну тут разные есть конечно варианты есть такие компромиссные решения например размещение в обис что для вуза все-таки это остается более-менее полноценной научной работы когда она доступна в обис я так понял что большинство крупных вузов вот идут по этому пути еще более продвинутые размещают ВКР в своих CRM или в специальных программных оболочках для электронной библиотеки некоторые размещают на сайте вуза тоже в закрытом доступе в общем это разные пути самый конечно бесплодный вариант когда просто ни для кого она не доступна кроме там скажем помещения библиотеки вот и недостатки собственно я уже и назвал но среди них не только вот необоснованные затраты ну скажем и сложность зачастую отсутствие полнотекстового поиска по этим работам отсутствие интеграции с сервисами проверки на польят с другими сервисами то есть это решение для галочки как правило очень сложно из него извлечь такой полноценный продукт какой-то эффект а в основе лежит на мой взгляд ложное понимание собственничества ложные страхи у вузов о том что это будет не оригинально что все и так списывается что лучше там не показывать наш истинный уровень ну вот мне кажется это не серьезные для серьезного учебного заведения это не серьезные соображения ну а зачастую очень мало думают вот о том о чем я сказал о тех возможностях включиться в реальные научные пространства просто не понимают о том какие что открывается после этого мы постараемся вот нашими решениями эти возможности сделать во всяком случае очевидны наша задача не просто дать галочку возможность выполнить требования но все-таки реализовать замысел вот этого приказа создать условия для развития студенческой науки тут я выделил бы три пространства науки так скажем научного взаимодействия ну во первых внутривузовское пространство в котором живет студент с момента своего поступления оно узкое но уже так скажем полноценное второе второй уровень это межвузовское пространство по сути делает уже почти такой национальный уровень если он действительно межвузовский то есть он намного конкурентнее полноценнее он уже так сказать очень близок к тому идеалу науки которая так сказать летает недоступной плоскости теории общезначимый для всех ну и наконец открытый доступ который сегодня набирает обороты это общенациональное это полноценное научное пространство это интеграция с общенациональными сервисами это то где научным результатом может приобщиться каждый вот если делить вот эти три уровня то наше решение они позволяют оставаться в зависимости от желания вуза на одном из них или сразу на всех поэтому мы предлагаем комбинированный путь такой базовый который в принципе должен удовлетворить любой вуз ну во первых вуз может и создает внутри вузовскую закрытую базу данных только для себя это может быть на собственных серверах даже в оффлайн версии во всяком случае вот в рамках ЭБС он всегда имеет возможность сделать свою базу ВКР доступную только для пользователей собственного то есть эта возможность всегда присутствует а вот дальше уже собственно включается студент даже если база данных закрыта у студента всегда остается право принять решение показать ли свою работу вузовскому сообществу или не показать и ставя вот эту опцию галочку он уже сам переходит во вторую плоскость межвузовская общенациональные научные пространства собственно одно другому не противоречит и сказать как вы видите мы не не пропагандируем чтобы вуз обязательно все студенческие работы передал в открытый доступ нет это может фильтроваться то чем можно гордиться пожалуйста выставляем на всеобщее обозрение то что не хочется показывать можно оставить и для собственного пользователя вот но главное достоинство все-таки нашего решения это то что всю работу по публикации студент проводит самостоятельно и в этом суть нашей школы авторской публикации одно из мероприятий которые и происходит в данный момент вот а вуз соответственно получает результат под ключ он не должен тратить средства студент все делает сам а мы добиваемся того чтобы он делал это по всем общепризнанным научным стандартам пару слов вот о школе авторской публикации которые представляем уже мы наши сервисы по сути дела мы создаем инфраструктуру студенческой науки переносим ее если раньше она скажем так была открыт только для ученых вот эта инфраструктура сегодня предоставляется и для студентов что она в себя включает ну во первых платформа для научной публикации каждый может опубликоваться здесь и его работа будет научной публикацией но как и в любом научном канале будь то журналы издательства мы фильтруем контент мы то что не несет в себе никаких элементов научности является там плагиатом и так далее мы всему этому отказываем второй момент поддержка обучения искусству научной публикации пройдя вот эту школу студент будет знать как публиковать свою работу статью что с него дальше потребует журнал третье очень важный момент это соединение процессов мест исследования и процессов публикации это то что абсолютно новое ВБС если раньше в журнал вы приходили уже с готовой статьей ну и может быть она там немножко редактировалась в процессе работы редакции ну вот весь вся процедура процесса работы над публикацией происходило совершенно в другом месте и никому не была доступна вот на ЭБС вообще в цифровой образовательной инфраструктуре создается новая возможность и опция каждый ученый студент может знакомиться с промежуточными результатами своего труда скажем с первыми частями или с первой версии и дальше уже получать живой какой-то отклик и обсуждение и уже дорабатывать в рамках этого обсуждения вот это вот в традиционной печатной научной публикации раньше никогда не было еще момент важный которые предоставляем мы это реализация шагов фиксирующих для вуза статус научной публикации то есть студент в конце всего этого пути получает сертификат научной публикации может принести на кафедру и есть точка документ который это все фиксирует еще что очень важно на нашей платформе это вообще вся система мотивации соревновательности которая образуется вокруг выпускных квалификационных работ которая поощряет научные таланты в общем вовлекает студентов ну и наконец обучающие вебинары для студентов вот та работа которую мы будем проводить обучая студентов создавать научную публикацию так что вот этот момент школа авторской публикации это наверное нет больше ни у кого и в этом мы как раз рассматриваем основной нашу наше достоинство вот и еще пару слов о том что я промежуточно сказал о соединении процесса научной работы и уже публикации ее результат да вот это соединение по сути позволяет воспроизвести весь лабораторный творческий процесс который происходит с научной работой для студента особенно важно чтобы это оказалось в одном месте потому что создаются условия научной дискуссии которые вот у студента который еще не включен в научной коммуникации у него с ним конечно здесь большие проблемы вот здесь во всяком случае уже есть место где он может продемонстрировать вот какие-то отдельные результаты части версии получить мнение коллег получить внешнюю оценку работы и возможно уже до сдачи научному руководителю как-то усовершенствовать что-то показать ему другие мнения скажем так то есть это в любом случае будет больше в этом процессе больше научности чем вот просто в чисто учебной процедуре которая существовала прежде из всего этого для того чтобы вот эти все опции дополнительные инновационные они у нас реализованы в интерфейсе и во втором части вы с этим познакомитесь оценка отзывы рекомендации интегрированная проверка на планиат возможность сдавать работу организованно преподавателю или кафедре кстати возможность напечатать работу в виде технологии print on demand в виде бумажного издания вот и в том числе получить гонорар за использование работы за ее активное чтение так и полноценного автора и вот в частности иллюстрируя нашу дополнительную мотивационную работу сейчас на нашем сайте как раз происходит конкурс научную дипломную работу be first по итогам года мы собираем на конкурс всех желающих дипломников по нескольким направлениям это филология история политология экономика право искусствоведения студенты все приглашаются и те кто имеет возможность пригласить на такое соревнование студентов пожалуйста делайте это как раз межвузовское пространство будем выбирать сильнейшего я думаю что многим таким начинающим наушную карьеру этот конкурс будет очень интересным мы завершаем сбор прием работ до 1 июня вот и будут награды лучших в конкурсе примут участие более 600 вузов то есть это очень серьезная площадка действительно столкновение так карьер и амбиции на что мы очень надеемся вот этим не ограничивается мотивация вы знаете что наша экосистема она содержит разные проекты в рамках книжного клуба библиоклуб.ру и они связаны между собой и вот за многие виды активности студентов прежде всего за их активное чтение за их научные публикации за то что их читают у нас есть система поощрения начисляются баллы которые потом монетизируются и составляют основу донорара их можно использовать в интернет-магазине приобретать на них книги учебники смартфоны ридеры и так далее вот я уже по сути дела перешел к отдельным опциям которых не сказал и упомянул только в общее положение то что может быть в принципе интересно именно как особенности нашего продукта и к ним в частности принадлежит например программу менеджер библиотеки это тот вариант который позволяет создавать базу данных офлайн прежде всего конечно это интересно будет для узов имеющих дело с государственной тайной с секретными данными которые нельзя опубликовать и так далее вот в этом случае мы предоставляем программную оболочку электронной библиотеки офлайн модуль программы менеджер библиотеки которые потом связан синхронизируется с общим сайтом то есть эту программу можно использовать и для размещения своих ВКР на собственных серверах и для использования ЭБС как офлайн версии многофункциональная очень качественная полезная программа ну главное как и других решениях что такая база данных закрыта создается без всяких дополнительных усилий вложений со стороны уже как готовый сервис те работы которые загружены в ЭБС сайт они просто загружаются в программу и полностью в готовом виде могут быть использованы вот так выглядит ее интерфейс с полноценной полноценной программы электронной библиотеки на ваших собственных серверах еще одно такое комплексное решение называется у нас детектор я уже упомянул что тот самый приказ 636 требует по отношению к ВКР проводить две вещи проверку на заимствование на плагиат и размещение ВБС вуза и вот собственно детектор плагиата это и есть вот это интегрированное решение позволяющие одновременно размещать ВКР ВБС и проверять их на плагиат то есть наш сервис выкладки ВКР он интегрирован причем со всеми системами которые сегодня присутствуют на нашем рынке на которые возможно подписан это антиплагиат и рукон текст причем ну там есть некоторые детали если вы подписаны скажем на рукон текст то мы подключаем вас к этому сервису и у вас происходит проверка из одного окна после размещения ВБС сразу видны результаты проверки и вы можете легко перейти на сайт рукон текста и уже уточнить детали проверки работы на плагиат просто и удобно второй сервис антиплагиат на него подписано больше вузов после размещения ВБС тоже можно проверить работу на сайт антиплагиат тут еще неполноценная полная интеграция но частично можно перейти на сайт антиплагиат и довершить эту проверку по всем подключенным базам вот есть еще одна опция для тех кто не подключен первым двум и собственно для студентов это самопроверка в этом случае проверка осуществляется по собственной нашей базе ЭБС она условно платная она как раз оплачивается теми баллами которые в статусе отличника получает каждый студент за свою работу если студент работает то есть читает у него всегда у него всегда будут эти баллы ну и он может предварительно увидеть насколько опасно то что он там компилировал откуда вот в общем главное достоинство вот этих решений детектора плагиата это возможность приобрести одновременно и сервис ВКР и сервис проверки на заимствование нашей компании а в перспективе это вообще будет интеграция выкладка и проверка из одного окна в общем информацию можно получить на сайте детектор плагиата или у своих менеджеров менеджеров вот еще одно особое решение оно связано с другим нашим продуктом с книга фондом вот вы знаете что это тоже сейчас продукт директ медиа и соответственно у него тоже появился свой сервис с первого мая мы предоставили этот сервис публикации он так и называется книга фонд вуз и находится на сайте вуз . книга фонд ну это для подписчиков книга фонда по своей работе по принципу оно реализовано иначе чем вот то что я рассказывал про ЭБС университетская библиотека онлайн тут работы размещаются на отдельном сайте вуз книга фонд и вуз самостоятельно загружает ВКР индивидуально или пакетно работы можно загружать яд и так далее но это в общем как раз вариант закрытого решения для вуза но его удобство как и всего ЭБС книга фонд это простота и удобство использования никакой сложности вот собственно основные наши опции инновации достижения как вы видите мы стараемся не только сами двигаться к вершине мы уже высоко побывали на Эльбрусе на нашем последнем семинаре в Кисловодске но и стараемся чтобы все вузы участвовали участвовали с нами в этом восхождении вершинам качества образования вот я рассказал основы нашего подхода возможно немножко длинно но думаю все таки это будет интересно потому что на мой взгляд мы сейчас все стоим перед таким поворотным моментом сумеем мы повернуть студенческую науку и тогда она подхлестнет и науку преподавательскую и вообще научные достижения в нашей стране как вы знаете здесь конкурентная борьба очень высока и все мотиваторы вузы для преподавателей они нацелены на повышение вузовской науки ну а без студенческой науки вузовской просто на мой взгляд не будет так ну детали сейчас будут рассказаны у нас во второй части я отвечу на вопросы которые появились по ходу любовь германова можно сразу вопросы я уже доцент учусь заочно на второе высшее следующем году диплом следует ли мне включать мою будущее ВКР в списках научных работ научных трудов ну как есть момент фиксации публикации публикации она становится тогда публикации когда она именно опубликована будущее ВКР не будет не бывает то есть пока она в процессе вот скажем у нас когда она выложена вот этого момента публикации как таковой еще нет вот включать работу в список научных трудов можно только в тот момент когда поставлена точка когда вы уже предъявили свою работу на суть научного сообщества на мой взгляд так следующий вопрос у меня вопрос такого плана студенты дипломники ежегодно публикуют статьи участвуют в конференциях внутри вузовских и иных по теме своей работы это не считается публикации в данном аспекте нужно именно всю работу представить ну разумеется статьи и сообщения о конференции это самостоятельные публикации имеющие даже независимость по отношению к выпускной квалификационной работе то есть они публикации здесь все нормально но в данном аспекте это не является публикацией ВКР нужна полная работа если университет не продлевает договор с размещенные работ студентов или ППС остаются вне зоны доступа вот хороший вопрос на который я упустил если вы заметили вот этот сервис публикация студенческих работ у нас стала открытой то есть любой человек независимо подписан или не подписан он всегда может открыть ЭБС этот раздел и пользоваться читать соответственно он может и сам зарегистрироваться и выложить независимо от своей подписки это не связано с подпиской вот и соответственно работы остаются как архив на внесрочном хранении то есть может быть в какой-то момент лет через пять мы их там будем будем придавать им какой-то особый статус но вот сейчас они как есть так и остаются вот еще обращаю внимание может быть я да не подчеркнул вот те работы которые у нас публикуются там на конкурс которые публикуются открыто у них будет возможность поступить на сайт открытого доступа мы еще не не реализовали это будет отдельная галочка вот если студент подтверждает что он готов к тому что все что его работа может публиковаться аналогичных ресурс открытого научного доступа то у нас в рамках обмена между сайтами мы будем эти работы предоставлять но пока это не реализовано ВКР так называемых технорист тематикой проект технического перевооружения или проект строительства если туда специально не включать отдельные разделы исследовательского содержания сложно назвать научной публикацией все таки это не диссертация как быть с ненаучными работами ну да таких работ довольно много я кстати сразу тоже не упомянул вот в нашем сервисе публикуются не только ВКР любого плана но еще курсовые работы вот и вот в рамках этого спектра то есть то все что может быть все таки научной публикацией вот и в рамках этого спектра допускаются практические работы если вообще они могут быть размещены потому что некоторые бывают в виде презентации а некоторые вообще не в виде текста но если не в виде текста то мы здесь ничем помочь не можем ну вот там архитектурные какие-то проекты то что в виде образа в виде файла в виде изображения вот это в принципе у нас может быть размещено и это допустимо так ожидал от этой встречи нечто иное более приближенное к тому как ЭБС поможет студенту приблизиться к науке ну и тут я могу только извиниться я старался как раз именно об этом рассказать то что студент получает научную платформу причем полноценную где присутствуют ученые самого высшего масштаба что называется студент встает с ними в один ряд на мой взгляд это целый прыжок на студенте не то что приблизиться а уже в ней находиться вот если он включается в эту нашу платформу процесс то он уже в ней находится а не только к ней приближается так у всех у каждого студента преподаватель свой эверест а времени ни у кого нет научные руководители ответственны за то а научные руководители ответственны за то что предоставит студент одно дело статья пять страниц другой ВКР да действительно хороший вопрос здесь включается научный руководитель и мы когда публикуем ВКР всегда даем имя руководителя то есть я думаю здесь уже вопрос диалога между студентом и руководителем скажем если руководитель считает что работа там недостойна или что-то еще он имеет полные права там настоять на том чтобы она была там изъяты из публикации ну просто ее изымем если она уже выложена вот ну и он может помогать это все поощряется и ему помощь какая-то объективная оценка если публикация открыта там есть уже отклики или что-то я думаю это не помешает хорошему научному руководителю а только поможет я преподавал сам в МГУ Ломоносова был научным руководителем то есть все это мне понятно и близко в общем я здесь не вижу проблем если научный руководитель работает не просто с ВКР которая как рукопись а работает с ВКР которая или потенциально или уже является научной публикацией если на ВКР размещенный в ВБС получены отрицательные отзывы как это повлияет на присвоение квалификации но я думаю как и с любой научной публикации всегда же есть дискуссии всегда есть отрицательные позитивные я думаю что это никак не влияет потому что именно квалификацию присваивает диссертационный совет или совет на кафедре вуза то есть это круг тех экспертов которые уполномочены а уже то что происходит вокруг научной публикации это уже немножко другая плоскость это научная дискуссия так что думаю не должна никак влиять ну что ж коллеги я ответил на вопросы надеюсь что вот наше видение будет полезно вам и просто чтобы понимать наш подход ну и может быть вы сами задумайтесь как можно еще мотивировать студенческую науку в общем мы очень рады будет если нам будут поступать такие предложения советы мы только этот сервис открыли учимся вместе вместе с вами вот я немножко рассказывал абстрактно и не всем особенно кто не так близок с нашим сервисом было легко понять вот сейчас я представляю нашего редактора издательского отдела Юлию Барабанчикову которая как раз работает практически с этими публикациями и со студентами и она расскажет уже на картинках как это происходит как выглядит интерфейс и возможно вы какие-то практические вопросы еще зададите ей благодарю за внимание переключаю на Юлию Юлия Добрый день уважаемые участники спасибо Константин Николаевич если меня хорошо слышно поставите пожалуйста плюсики я бы хотела более подробно остановиться на технической стороне публикации на самом размещении дипломных работ на сайте и о порядке оформления дипломных работ в рамках реализации приказа 636 на базе университетской библиотеки разработан новый сервис публикации студенческих работ данный сервис дает возможность студенту опубликовать свой научный труд чтобы он стал доступен широкой целевой аудитории и также студента получает возможность получить стороннюю оценку или комментарий о своей проделанной работе какие существуют способы публикации студенческих работ это открытая публикация и закрытая публикация или база данных студенческих работ вуза открытая публикация предполагает загрузку ВКР самим студентам на сайте и в результате данной публикации работа становится доступна и открыта для просмотра использования всем пользователям ЭБС студентам и преподавателям закрытая публикация или создание базы данных студенческих работ вуза предполагает доступ к ВКР студентам только тех вузов которые непосредственно передали свои работы как происходит непосредственная публикация ВКР на сайте ЭБС каждый студент имеет возможность самостоятельно публиковать свои работы в личном кабинете для этого необходимо зайти в раздел моей публикации и загрузить работу работа должна быть представлена в формате док или текст студент проводит всю необходимую работу с публикацией то есть он заполняет все необходимые данные о работе об этом я скажу позже и получает при этом первый опыт научной публикации в издательстве перед выкладкой на сайт работа обязательно проверяется издательством то есть администратор смотрит на предмет возможности размещения данной работы на сайте то есть как она должна иметь научный характер и соответствовать всем правилам оформление дипломных работ дипломные курсовые работы размещаются на основе открытой лицензии Creative Commons то есть это этот договор подразумевает под собой что студенты соглашаются на свободные републикации репосты работ то есть эти работы будут размещены в открытом доступе и к ним и все пользователи могут их просматривать студенты также могут распространять свои работы и на других сайтах открытого доступа то есть эта лицензия не запрещает студенты могут размещать на сайтах на таких сайтах как допустим научкор участвовать во всероссийских конкурсах научных работ и прочее то есть сама публикация вкр предполагает принятие условий всех условий данного договора то есть студент при размещении своей дипломной работы соглашается с условиями договора и ставит галочку что он согласен со всеми условиями что он согласен на публикацию и ему по почте приходит уведомление о том что он принял все условия договора и работа может быть размещена на сайте то есть он дает согласие на размещение работы ВБС. Каковы правила оформления научной работы? Все загружаемые работы должны быть оформлены по всем правилам научной публикации и предоставлены в формате .doc или .pdf, но также возможен формат .txt. На титульном листе обязательно должны быть указаны номинование вуза, факультет, кафедра, жанр, название произведения, студент, научный руководитель, город, год публикации. Также обязательно наличие содержания. В работе должны быть правильно оформлены заголовки и все рисунки, схемы, таблицы, то есть весь иллюстративный материал должен также отображаться корректно в работе. При непосредственной загрузке и размещении дипломных работ на сайт студент заполняет все данные о работе, то есть эти данные берутся с титульного листа и студент заполняет некую форму анкету. То есть он должен написать вуз, факультет, указать вуз, факультет, кафедру, курс, название своей работы и научного руководителя. То есть эти все данные будут отображаться потом в каталоге на сайте. Как происходит проверка файлов администраторам сайта? То есть все загруженные работы проходят обязательную проверку администраторам ЭБС. Если администратор принимает решение о принятии работы, то есть если она соответствует всем правилам научной публикации, происходит процедура верстки данной дипломной работы, если она представлена в формате ДОК, затем происходит макетирование обложки и непосредственная выкладка работы на сайт. Дипломные работы размещаются в своем отделе, разделе, который называется студенческая наука, в общем каталоге. И становятся доступными для использования всем студентам и преподавателям. Опять же, если работы размещены в открытом доступе. Если студент дал согласие разместить работу, чтобы она была доступна всем пользователям ЭБС. Каковы возможности работы с файлом? То есть работу можно найти по фамилии автора или по названию в общем каталоге, введя название или фамилию в ячейку общего поиска. Также возможен постраничный просмотр работы или копирование фрагментов текста. Ко всем размещенным работам все пользователи, как преподаватели и студенты могут оставить свои отзывы и комментарии. Для чего это нужно? Это поможет понять объективную оценку работы и, возможно, если потребуется, усовершенствовать ее. Каждый студент может самостоятельно продвигать и привлекать свою работу. И оценки и комментарии только повышают общий рейтинг работы и доход студента. После размещения ВКР на сайте, после того, как она будет принята, каждый студент может сам самостоятельно получить свидетельство о публикации. То есть свидетельство о публикации он может заказать, войдя в свой личный кабинет, может непосредственно отправить электронный вариант свидетельства своему научному руководителю или распечатать данное свидетельство и также предоставить на кафедру. Вот образец свидетельства. То есть там указана фамилия автора, название научной работы и режим доступа данной работы на сайте. То есть это уже факт подтверждения публикации научной работы. Студент может загрузить не только свои дипломные или курсовые работы, но также и грамоты, и различные сертификаты, и указать различные события, тем самым создавая свой собственный раздел, который называется портфолио. Данное портфолио может быть открыто другим пользователям по усмотрению самого студента. То есть он может отправить ссылку на свою портфолио и преподавателям, и научным руководителям, а также своим коллегам-студентам. Научная публикация – это начало настоящей взрослой карьеры студента, и создаваемое портфолио поможет заинтересовать будущего работодателя, который сможет оценить уровень полученных знаний студента и оценить его работу, научную работу. Также все размещенные на сайте дипломные работы могут быть изданы в печатном варианте. Студент может в своем личном кабинете заказать печать диплома по технологии Print on Demand, то есть от одного экземпляра. Сама публикация для самих студентов является бесплатной. То есть студент бесплатно размещает свою работу в личном кабинете, но за использование данной работы студентами или преподавателями студент получает вознаграждение в виде баллов. И это вознаграждение можно монетизировать в интернет-магазине. То есть можно скачать какую-либо работу из интернет-магазина. А теперь более подробно о втором способе публикации дипломных работ, то есть о закрытом способе, при котором дипломные работы будут видны только преподавателям и студентам того вуза, который непосредственно передал работы. То есть для коллективного решения задачи публикации ВКР для вузов мы предлагаем корпоративное решение, создание базы данных студенческих работ вуза. Это предполагает публикацию или самим студентам на сайте в своем личном кабинете, или передачу дипломных работ самим вузам. Также вуз может загрузить или в личном кабинете файлы, или посредством загрузки на FTP, или при помощи электронной почты. Данная коллекция студенческих работ будет размещена в общем каталоге ЭБС, но данный каталог будет открыт только для студентов и сотрудников от того учебного возведения, которое непосредственно передал работы. То есть это будет закрытый способ публикации. Все размещенные на сайте ЭБС ВКР могут пройти проверку на уникальность. То есть мы предоставляем такой сервис. И для этого мы разработали программу «Детектор плагиата», которая позволяет проверять на заимствование ВКР, размещенные в ЭБС. Каждый студент в своем личном кабинете может самостоятельно отправить свою квалификационную работу на проверку на заимствование. Программа «Детектор плагиата» использует только те системы, на которые подписан ВУЗ. Например, антиплагиат и рукон-текст. Рукон-текст подразумевает проверку из одного окна. То есть после размещения в ЭБС, после того, как студент отправил свою работу на проверку, выводится отчет с результатами проверки. Данные результаты можно также уточнить, перейдя на сайт рукон-текста. Чтобы проверить работу с помощью системы антиплагиат, нужно также отправить работу на проверку из своего личного кабинета и результаты можно будет посмотреть уже на сайте антиплагиат.ру. Вот как выглядит отчет о проверке на заимствование. То есть каждый студент в своем личном кабинете, зайдя в свой личный кабинет, в раздел «Мои публикации» может отправить работу на проверку. Необходимые условия проверки в файл должен быть загружен в формате .doc или .txt. Если он загружен был в PDF, то необходимо его перевести в требуемые форматы. Также должно быть наличие подтверждения администратора о принятии данной работы. После проверки на сайте ЭБС в личном кабинете выводится отчет, который также можно и скачать, распечатать и отправить на кафедру или научному руководителю. В любом виде, или в распечатанном, или в бумажном, или в электронном. Ну вот основные моменты самого размещения или публикации студенческих работ на сайте. Спасибо. Юля, у вас все уже? Да, все. Да, вот я смотрю вопросы. Вам еще и все остальные. Вопросов нет, по-моему, да? Да, пока вопросов нет. Только размещение? Где требования к содержанию? То есть все требования к содержанию, к порядку оформления у нас размещены. Студент может видеть в своем личном кабинете на сайте. Есть отдельная статья, где подробно описаны все требования к порядку оформления работ и к содержанию также. Так, все. Да, если вопросы, тогда поблагодарим. Да, вопросов больше нет, но по времени выходим. Да, на счет требований к содержанию, обращу внимание, мы же не научные руководители. У нас формальные требования, как должна оформлена быть научная работа. И вот эти требования, они на нашем сайте присутствуют, их можно прочитать. И здесь мы еще будем проводить вебинары, как я вам сказал, обучаем студентов на личном контакте. Ну что ж, дорогие коллеги, благодарю вас за внимание, за то, что вы выслушали, приняли активное участие в нашем семинаре. Вот, как я еще раз сказал, мы только начинаем запускать такие сервисы. В принципе, мы не одни, довольно много ЭБС, которые на этом поприще уже начали что-то предлагать. Вот, ну, будем постепенно создавать именно такой сервис, который гарантирует нам движение вверх, как я об этом всех сориентировал. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, еще раз обращайтесь к менеджерам, к нам. Вот, Юлия Васильевна, она работает непосредственно со студенческими работами, всегда можно быть с ней на контакте. Вот, на этом завершаю наш семинар.